ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Они желают показать себя, выступить на этой сцене, показать, что они умеют. Не профессиональные коллективы, но имеющие звание образцовый и народный. А звание образцовый и народный подтвердить нашей стране очень сложно. И ребята танцуют на очень хорошем уровне. Так как во Всероссийском фестивале «Вот оно какое наше лето» участвуют только лучшие коллективы страны, судить их приехали также лишь именитые деятели искусства, в том числе обладатели почетных орденов Кубани. По итогам двух конкурсных дней авторитетное жюри определит лауреатов первой, второй и третьей степени. У нас много изюминок, но самое, наверное, в том, что у нас очень сплоченный коллектив. Мы надеемся на победу! Продемонстрировать свой талант – это первоочередная задача. Но пословицу «встречают по одежке», говорят артисты, никто не отменял. Большой акцент участники сделали на костюмы, которые зачастую готовили своими руками. Такая трудоемкая подготовка к фестивалю, отмечают конкурсанты, может стать своеобразным сочинением на тему «Вот оно какое наше лето». Наше лето очень активное, без сидения на пляже, с постоянной вышивкой, с постоянными сколотыми иголками руками, с постоянным клеем на руках, с постоянным расшиванием, разукрашиванием, макетами и какими-то еще чем. То есть очень активное наше лето. Помимо наград, для ребят подготовили огромное количество сюрпризов. Традиция культурного фонда, помимо кубков и медалей, одарить каждого конкурсанта. Но вместе с большой фестивальной программой артистов ждут и развлечения. В Сочи-парке они смогут посетить дельфинарий, стать зрителями французского цирка танцующих фонтанов и, конечно же, покататься на аттракционах. В заключительный день фестиваля «Вот оно какое наше лето» – 15 июля участники дадут большой праздничный концерт для гостей. Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.